Добрый день, наверное, уже ближе к вечеру у нас. Мы с вами сегодня организуем небольшой семинар-встречу, посвященный теме кнопочной формы в базах данных XS. Я взял небольшую тему, которая обычно представляет себе некую финальную часть работы при разработке законченного приложения базы данных. То есть фактически база данных создается для конечного пользования, которая будет работать с этим как некой законченной программой. А поэтому для него надо сделать это максимально удобным, понятным, комфортным, причем чтобы это было понятно и интуитивно. То есть человек открыл базу данных, у него перед глазами окошко с кнопочками, на которых написано «Сделай это, это или вот это». И желательно, чтобы этих кнопок был не миллион, а чтобы в них действительно не погрязнуть, не запутаться. Так что основные рабочие какие-то операции, которые постоянно надо выполнять, мы на эту кнопочную форму выводим. А дальше, собственно, ряд вопросов возникает, как сделать, чтобы эта форма у нас сама появлялась автоматически при работе, какие у нее особенности настроек и так далее. То есть тема, с одной стороны, не такая уж сложная и обширная, но здесь очень много мелких деталей, которые можно долго обсуждать, которые сложно рассказать на любом курсе, так как действительно это вещи интересные, может быть, не всем в таких подробностях. Но вот в рамках семинара здесь у нас как раз наоборот есть время все это разобрать более конкретно, поподробнее. Ну а если будет много вопросов сверх плана, посмотрим. В общем-то, эту тему можно продолжить и дополнительные семинары всегда организовать, если здесь мы все не разберем до конца. Значит, что нам понадобится для упражнений? У меня выложены файлики в личном кабинете. Вот файлик с презентацией и файл с упражнениями. Я их распаковал у себя аналогично на своем диске. И, собственно, файлик упражнений сейчас пригодится. Я его через какое-то время открою. А вначале открою презентацию. Ну и вот эта презентация, кнопочная форма в базах данных. Собственно, будем с ней работать. Ну, забыл представиться, так как это будет семинар у нас доступен потом в записи. С вами сегодня Завьевов Андрей Николаевич. Я, собственно, штатный преподаватель в Центре специалист. Ну и со многими слушателями уже знакомы. Мы с вами встречались на очных занятиях. Собственно, тема, о которой мы будем обсуждать, это, в общем-то, небольшой кусочек из курса Microsoft Access 3 уровень. Где мы говорим о разработке формы отчетов и макросов. И сегодня, поэтому из этого нам как раз потребуется понемножку все. Но углубляться в детали мы не будем. Будем это применять конкретно к нашей задаче. Чем конкретно сегодня позанимаемся, то есть, и это можно назвать нашей краткой программой на ближайшие час-полтора. Это обсуждение вопросов создания кнопочной формы в базе данных Access. Вначале мы поговорим о том, как создать эту форму и настроить ее в какие-то фирменные свойства. А также, как добавить в нее кнопочки для запуска различных операций. Затем отдельное небольшое обсуждение будет создание макроса автозапуска. Для того, чтобы мы могли с вами эту форму автоматически стартовать, запускать, например, вместе с открытием базы данных. Ну и, наконец, еще одна небольшая группа вопросов – это настройки параметров запуска базы данных. Вот это вот по порядку тогда разберем. Хватит времени что-то обсудить дополнительно. Будет, возможно, там еще какие-то связанные с этим вопросы тоже затронуть. Ну и начнем мы как раз с момента такого. А, ну, во-первых, основной вопрос этого семинара – это как создать форму в базе данных Access, которая будет играть роль главного меню. Ну и начнем мы как раз с того, что обсудим создание кнопочной формы, ее настройки и добавление в нее кнопочек самым простым способом. Для этой цели я как раз собираюсь сразу открыть файлик упражнения. Что это за файл? В двух словах они. Это, на самом деле, пару табличек и некоторое количество форм и отчетов для них. Часть из них я взял просто из базы Борей с небольшими видоизменениями. Но это файлики, которые, таблицы, скажем, которые нам достаточно для упражнений будут. Что-то... Что? У вас это семинар Access упражнений называется база данных. Есть такая в вашем случае? Нет? Ну, найдите, посмотрите. Сейчас я подойду, посмотрю у вас. Так, странно, что у меня все зависло. Бывает иногда и такое. Так, чем мне нравится. А, нет, это вы куда-то в другой место зашли. Сейчас посмотрим. Я буду показывать это на примере, наверное, 2013-й версии Access. У меня тут 13-й и 16-й, но что-то законфликтовали они между собой. Давайте я запущу Microsoft Office Access 2013. Дело в том, что то, чем мы будем заниматься, оно совершенно идентично подходит для самых разных версий Access. Дело в том, что создание кнопочной формы выглядит примерно следующим образом. Мы ее создаем в режиме конструктора, пустую, с нуля, и потом в нее добавляем кнопочки. Собственно, поэтому это процесс, который не связан с конкретной версией и, в общем-то, не задействует никакие особые мастера. То есть, все, что мы будем делать, одинаково работало и раньше, и сейчас. Ну, некоторое время, сейчас мне это будет запускаться. Нашли, да? Файл, да? Отлично. У вас уже открылся он? Значит, в базе... Да, упражнения. В базе упражнения, которые вы сейчас откроете, естественно, надо включить макросы, наверное, хотя пока их нету, поэтому не принципиально, но в будущем они потребуются. Я пока не буду включать макросы. Вот здесь есть три таблички небольших, два запросика к ним, некие формы, несколько штук и один отчетик. Ну, отчета одного будет достаточно, если что, мы можем добавить всегда дополнение. Значит, что там в этих таблицах? Вот есть какие-то списки сотрудников из базы Бореи взятой. Для них есть две формочки. Список сотрудников, вот такая форма, и она по ссылке открывает мне форму на одного сотрудника, вот такого вида. То есть можно отдельно было открыть сведения о сотрудниках, вот эта формочка. И аналогично с поставщиками. Поставщики, пожалуйста, у меня есть форма сведения о поставщиках, это на одного поставщика здесь информация, и есть список поставщиков, где по ссылке я могу открывать конкретного выбранного поставщика. То есть, еще раз повторюсь, взято из просто базы Бореи, частично кусочек, какой-то фрагмент, вот такая вот заготовка. Что-то тут есть, чего-то тут не хватает. Мне не очень нравится, что у меня у поставщиков какая-то пустота здесь образовалась. Но я сейчас в конструкторе, ладно, уберу эту пустоту. Удалял какие-то объекты и, судя по всему, недоудалил. Ну бывает, ладно, сейчас выделю это с контролом или с шифтом. Вот эту группу элементов. Примечание оставим, а вот это удалим. Вот тогда это можно действительно уменьшить немножко размера. А то смотрю, какое-то окошко большое и пустое, что-то в нем ничего не отображается. Вот так оно будет немножко на этом экране у меня покомпактнее. Хорошо, ну вот сведения о поставщике есть. Представьте себе, что вы занимаетесь разработкой. Создаете одну форму, другую, третью. Добавляете потом кнопки, которые эти формы связывают между собой. Вот у меня из списка поставщиков ссылка открывает окно с поставщиком одним единственным. Здесь кнопочки, которые закрывают это окошко, какие-то за программой 10, тот, там все это. Все это здорово, хорошо, но в какой-то момент хочется все это объединить вместе. Потому что у меня есть еще отчет о всех поставщиках. У меня есть еще какие-то дополнительные запросы, сведения по тому, по другому на гору данных. И пользователю очень сложно объяснять, как в этом огромном перечне объектов не запутаться. Ведь в данном случае речь идет о базе данных, которые у нас в таблице десятки. А, соответственно, запросов к ним по несколько штук на одну таблицу. Форм тоже может быть к одной таблице по две, по три. Вот как минимум у меня здесь по две формы разных видов к одной и той же рабочей таблице. Отчет это аналогичная вещь. Тут, в общем-то, легко заплутать. Поэтому, действительно, мы убираем все полностью от пользователя. Мы в конечном итоге спрячем от него список всех этих объектов. А на экране будем выводить на весь экран вот эту вот самую кнопочную форму. Значит, как она будет выглядеть? Ну, во-первых, эта форма не будет связана ни с какой из таблиц. То есть, в этой форме у нас не будет подключения к источнику данных. А поэтому ее никакого смысла нет создавать мастером. То есть, такая форма создается в кнопочке конструктор форм. Пустая форма, на которой мы располагаем только элементы, которые либо являются элементами оформления. То есть, надписи всевозможные, рисуночки, логотипы и так далее. Ну и плюс, основное содержимое этой формы – это кнопки для запуска тех или других операций, действий, которые нам необходимы. Поэтому я рисую новую форму кнопки конструктор форм. Пустая форма. И в ней я могу изначально добавить какую-нибудь большую надпись, что это у меня главное меню моей базы данных, там, поставщики. То есть, в это я добавлю элемент надпись. База данных, там, поставщики. Я капслоком пишу все. Естественно, это сделаю крупным шрифтом. Естественно, сделаю это поярче. Но вообще, здесь, так как это визитная карточка, набрасывается не только просто надпись с названием вашей базы данных, но и какой-то фирменный логотип компании. А те же самые шрифты и надписи тоже, может быть, подобные из фирменных каких-то вариантов. То есть, шрифт такого-то цвета, такого-то начертания. То есть, есть, может быть, определенные корпоративные требования. Но картинку я могу в любой момент добавить. У меня, правда, подходящие, может, и нет. Тем не менее, попробую вставить рисунок. А здесь расположу. Откуда его взять? Ну, у меня есть стандартных изображений что-нибудь. Пускай будет. Много места занимают, правда, эти картинки. Но, тем не менее, вот пингвина вставлю. Пускай у меня будет вот такой логотип с пингвинами. Это у меня олицетворяет поставщиков. Предположим. Хорошо. И, сохраняя эту форму, в первом приближении назову ее, как ее назвать? Ну, форма главная. То есть, назову ее вообще «Главное меню». Пускай у меня будет вот такое название. Тоже в капс-локе напишу всю главную ей меню. Вот такая форма. Что меня не устраивает после того, что я создал сейчас? Эта форма у меня отображает стандартные элементы управления любых обычных форм. Вот, смотрите. Форма список поставщиков, предположим. Что я в ней вижу? Ну, она похожа на табличку, эта форма, но у нее есть возможность закрывать это окошко крестиком. Есть кнопки перехода по записям вперед-назад у меня и прочие вот эти настройки. Это называется панель навигации у нас внизу. Есть возможность выделять строчки, область выделения, так называемая, здесь присутствует. Так вот, для кнопочной формы эти все вещи не нужны, они там не характерны. То есть, у меня записи там не будет отображаться. Закрытие этой формы не требуется, потому что закрыть я ее могу только вместе с закрытием базы данных. А значит, поэтому все это надо отключить, отменить. Вот эта область выделения не пригодится. Кнопки перехода по записям будут у меня не задействованы никак. Так, чтобы это не отвлекало пользователей, все это надо убрать. А значит, в режиме конструктора я переключаюсь на свойства всей формы. В конструкторе правый щечок свойства формы. И надо пробежаться по некоторым наиболее важным формам, связанным с внешним видом, с оформлением. Это закладка макет. На закладке макет, соответственно, я должен обратить внимание на следующие свойства. Они у меня выписаны в презентации. Это вот такие свойства. Тип границы. Тип границы мы можем с вами сделать таким образом, чтобы не отображались никакие у меня, соответственно, окошки с возможностью изменения размера. Правда, это в основном актуально для форм всплывающих. Если она на весь экран на закладке, то это не так принципиально. Второй момент. Полосы прокрутки. Чтобы они у меня не появлялись вообще, ну, тогда надо будет рассчитать размеры формы и сделать ее такой, чтобы она на экран помещалась. То есть рассчитывать на пользователя с самым маленьким монитором. Вот это вот тогда полосы прокрутки можно отключить. Кнопки навигации и область выделения мы просто отключим совсем и также отключим кнопку закрытия. Попробуем это все сейчас проделать. Значит, это у меня в XS получается так. Тип границы. Тип границы я решил вообще отказаться от него, то есть сказать отсутствует. Что-нибудь поменяется? Давайте проверим. Практически ничего не изменилось в этой форме. Но если бы это была форма вот такого типа, как всплывающее окно, например, сведения о поставщике, вот у нее бы рамочки вокруг не было бы. И кнопки закрыть и открыть некуда было бы отображать. То есть просто было бы без, не то что возможности изменять размер, то есть даже без возможности вообще видеть эту линию границы. Для вот этой формы не помогло. Ладно, ничего страшного. Все равно эта настройка могла быть полезна. Дальше, следующее свойство. Кнопки навигации и область выделения. Выключаем, говорим нет. И у меня внизу панелька пропала и сбоку вот эта область выделения исчезла. Полосы прокрутки тоже надо отключать, а то у меня внизу какая-то серая полоска под них зарезервирована. Значит, полосы прокрутки отсутствуют полностью. Ну и самое важное в этой форме, что надо убрать, это кнопку закрытия. Кнопка закрытия и тогда, сейчас покажу, как эта форма будет выглядеть в конечном итоге. Открываете форму главное меню. Кнопка с крестиком здесь есть, нарисована, но не активна. Вот эта форма. Что еще? В этой форме, как правило, в режиме макета мы работать уже не будем. И поэтому здесь можно отключить лишние неиспользуемые режимы работы. В конструкторе это тоже настройка на закладке макет. Вот я оставлю только режим формы, а режим таблицы и разрешить режим макета уберу. Из всех режимов там у меня остается только два варианта. Форма и конструктор. Тип границы, вот он. Сразу после него область выделения и кнопки навигации прям ниже. А, это не то. Это тип границы не тот. У меня может быть тип границы для какой-то картинки. А это в целом для всей формы. Это, смотрите, еще раз, в окне свойств вам нужно выбрать слово форма. То есть объект форма в целиком и тогда для нее. Тип границы и все прочее. Форма 1 это ее, как бы, по умолчанию стандартное имя. Есть, да? Вот, взгляните, еще раз, эта форма без каких-то лишних дополнительных кнопочек у нас отображается. Ну, а то, что у нее белый фон или серый, это дело десятая. Можно, в конце концов, и перекрасить немножко формат. Ну, давайте я сделаю какую-то вот такую. Нет, это фиолетовая. Может, ни к чему, но да ладно. Вот такая формочка получается. Я специально ее решил сделать не белым фоном. Иначе она мне сливается с окружающим тут пространством. А так вот видно, вот эта форма, все, что вокруг нее, это уже другие здесь окна, рабочие. Ну, вот так это выглядит. Хорошо. Эта настройка есть. Теперь дальше мы добавляем в форму различные кнопки. Что здесь будет? Здесь будут кнопки, во-первых, для всех основных рабочих форм, которые мне нужно открывать. И, кроме того, может быть, для самых основных отчетов, может быть, для каких-то макросов дополнительных. Это проще всего сделать, используя такую вещь, как мастер-кнопок. Дело в том, что мастер-кнопок без проблем создает нам кнопки для выполнения операций. Открыть форму, печатать отчет, запустить какой-то запрос. Поэтому я даже не буду здесь программировать сам эти макросы внедренные, а получи их в готовом виде. Останется только рисовать сюда. Страница свойств не активизируется, вот это. Значит, смотрите, все равно надо попробовать, Вадим, попробуйте вот, что здесь, все объекты позакрывать. В следующий раз, когда вы форму откроете в режиме конструктора, вот, по идее, страница свойств должна активной быть. Потому что она в режиме макета не всегда срабатывает, но в режиме конструктора, как правило, проблем-то нет. Просто в какой-то момент открыли, как заблокированный. А, я догадываюсь, что может быть. Вы же этот файл у меня скачивали из интернета. И, соответственно, он при открытии наверняка там говорил о том, что этот файлик, он, собственно, откуда-то выкачан, и там, может быть, небезопасно. Может быть, закройте, откройте заново, скажите, разрешаю работать с ним. Наверное, заблокировали его в момент открытия вот этим сообщением. Значит, по поводу цветов, а что вы хотите о них узнать? А, у меня только вот именно по данным поставщике, да? А, значит, посмотрите, область данных мы можем менять цвет. Это вот здесь закладочка формат, и с левой стороны здесь заливочка. То есть, вот, выбирайте стандартные цвета или смешивайте любой оттенок сами. Да. Пожалуйста. Нашли, да? Хорошо. Так, ну что у вас там, Вадим, нормально, да? Получилось? Теперь дальше. Кнопочки. Значит, по поводу кнопок. Я хотел бы здесь добавить кнопки мастерам. Мастер кнопок – это на вкладке «Конструктор». В режиме «Конструкторы» вот такая штучка, кнопочка под названием «Кнопка». То есть, элемент управления кнопка. Ее мы можем создавать двумя способами. Рисуете кнопку, и если хотите программировать ее вручную, нажимаете «Отмена». И дальше уже там сами для нее создаете макросы. Если же вам какое-то действие из предлагаемых мастерам подходит, ну почему бы им не воспользоваться? Вот я хочу вначале сделать кнопки для открытия моих основных рабочих форм. Значит, это категория «Работа с формой», команда «Открыть форму». И первым делом у меня будет кнопка для просмотра списка всех поставщиков. Значит, «Открыть форму». Действие выбрал. Далее. «Форма», «Список поставщиков». Далее. «Открыть форму и показать все записи». Да, я хочу полностью весь список. Далее. «Текст на кнопочке». Ну, тут вариант такой. Если выбрать рисунок для кнопки, она у нас непонятна будет на значении. Поэтому обычно я выбираю кнопки с текстом. Тут можно писать более понятное выражение. Если хотите, чтобы этот был текст с картинкой, ну тогда это потом дополнительно уже вручную настроится. Так, так, так. Вадим, что могу посоветовать? Ну, возьмите любую другую базу. Базу данных, какая у вас там есть. Тоже базу Бори, локальную. И можете с ней упражняться. Вот. Это ни с чем не связано. Просто кнопку я создаю к запуску какой-то готовой формы. Вот, чтобы было что запускать. Так, открыть форму, а у меня форма открываются поставщики. Дальше так и напишу «Список поставщиков» на кнопочке. Далее. И вот эта кнопка у меня будет название какое угодно иметь. На макросы это не влияет, а для себя просто, если эти ссылки потом важно отслеживать. Ну, конечно, можно это исправлять. Без разницы даже. Кнопка 2. Ну, пусть будет кнопка 2. Хорошо. Еще несколько кнопок аналогичным образом нарисую. «Список поставщиков». Вот у меня. А есть у меня также работа с формой «Открыть форму». «Список сотрудников». Далее. Готово. Вот. Еще хочу сюда же добавить кнопочку для отчета. Отчет я буду открывать для просмотра. Работа с отчетом. Просмотр отчета. Далее. Отчет сведений о поставщиках. Один и единственный выбрал в списках. И здесь напишу «Отчет о поставщиках». Далее. Готово. Вот таким образом я добавляю сюда эти рабочие кнопки. Здесь мне, в общем-то, мастер позволяет это сделать. А вот дальше, когда вы эти кнопки захотите здесь как-то переместить, поменять размер шрифта на них, там как-то другой цвет покрасить и так далее, возможно, возникнет необходимость следующим размером их сделать одинаковыми и как-то выровнять. Для кнопок у нас не очень удобно создавать макеты. Хотя можно, конечно, сделать пустой макет и расположить их все в его границах. Я предпочитаю по старинке кнопки просто выравнивать по образцу. В смысле, надпись на ней или что? Или действие? Само действие сейчас посмотрим. Просто если это типовое действие, легче мастерам заново нарисовать кнопочку. Если вас не устраивает стандартное действие, которое дает мастер, это мы сейчас добавим свою кнопку, то есть запрограммируем сами. Не проблема. А так легче удалить кнопку и нарисовать новую мастер, но так будет быстрее. Теперь я хочу эти кнопочки расположить поаккуратнее, поровнее, друг относительно друга. Что можно посоветовать? Выделяете их, особенно если они имеют разный размер. Вот это, например, окошко. Это больше, это меньше, это левее, это правее. Какие-то вот такие они странные немного. Я их выделяю вместе в конструкторе. И на вкладке «Упорядочить» есть ряд полезных кнопок. Во-первых, кнопка «Выровнять». То есть хочу, чтобы в них одинаково было по левой границе все ровненько. Пожалуйста, выровняем. Дальше «Размер». Кнопочка «Размер и интервал». Вначале говорю, что по высоте пускай будет по самому высокому одинаковая высота, а по ширине, например, по самому узкому. И вот у меня размерчики одинаковые. Ну и, наконец, еще одна вещь – это промежутки между кнопками. А там отчет один единственный. Это команда «Открыть отчет. Просмотр отчет». Категория «Работа с отчетами. Просмотр отчет». Я дам один единственный отчетик, пожалуйста. А просмотр отчет? Да. Вот. Хорошо. А дальше, смотрите, я выделяю эти элементы. Еще есть одна у нас любопытная вещь. На вкладке «Упорядочить» я могу интервалы между кнопками по вертикали сделать одинаковыми. Увеличить интервал, уменьшить, ну или лучше просто распределить по вертикали. Промежутки между кнопками будут тогда одинаковыми. Ну вот, все аккуратненько, ровно расположено. Я покажу, если что, еще раз. Что вы пропустили? Пока рисовали кнопки, не выровняли? Ну так я еще одну сейчас добавлю и вам продемонстрирую. Значит, какую еще мне делать кнопку-то? Ну давайте, у меня будет кнопка, которая будет открывать мне вот это вот. Не список поставщиков, а сведения об одном поставщике. Значит, смотрите, что я сделаю. Вот эти кнопочки выделю, передвину вниз. Сюда нарисую одно еще. Вы можете не добавлять сейчас новых, а с теми, что есть, это потом проделайте. Значит, я рисую кнопочку, добавлю кнопку «Работа с формой», «Открыть форму», далее «Сведения о поставщике», далее «Все записи». Пишу там «Сведения о поставщика», вот такая надпись на кнопке, далее «Готово». Ну а дальше, посмотрите, что получается. Это кнопочки крупные, это какая-то маленькая. Здесь шрифт один, здесь другой. То есть, хочется все одинаково сделать. Значит, форматирование проще. Скопировать по образцу, вот с этой кнопки, метелкой скопирую сюда. А размеры, вот сейчас как раз догоняйте, вы здесь подоставили. Я здесь подгоняю таким образом. Выделил группу кнопочек, которые будут иметь одинаковые размеры. Потом, дальше, зашел на вкладку «Упорядочить». И первым делом выровнял их по какой-то границе. По левой, по правой, ну вот я по левой. Выравниваем. А затем, в кнопке «Размер» и «Интервал» задаем высоту-ширину. Либо по самому большому, либо по самому маленькому. Вот по высоте, по самому высокому. По ширине, по самому широкому. Все, границы у них выровнены. Еще теперь выровнены и размеры. Кнопочки расположились равномерно. А вот дальше, если вы хотите, чтобы между этими кнопками было одинаковое расстояние и поменьше, не как у меня сейчас. Это надо было использовать кнопку «Уменьшить интервал по вертикали». Вот разок запустил ее, второй разок, третий. У меня каждый раз расстояние между этими кнопками уменьшает равномерно. Ну и вот я говорю, вот в таком варианте интервала у меня нормально подходит. Пускай располагается. Вроде бы мелочь, но неаккуратно разместишь кнопочки. Действительно, мне очень приятно на них будет нажимать. Так что пускай будет у нас на это какое-то время потрачено. Хорошо. Это у нас получилось. Ну и наконец, самый важный момент. В этой форме надо обязательно добавить кнопку «Конец работы». Объясню почему. Будет открываться база данных, сразу появляется вот это окошко. Вы из него нажимаете кнопки и вот одно рабочее окно открылось, вот другое там. Так, что-то он ругается, несуществующая форма, но возможно надо будет посмотреть. Это открыл без проблем. Здесь отчет. Опять ошибка. Надо будет выяснить, в чем причина ошибок. Я, наверное, эти кнопки буду исправлять. Да, сегодня у меня что-то не все клеится в самом начале. Так, две кнопки сработали, две нет. Ладно, не страшно. Можно будет исправление внести. А еще одну кнопочку я добавлю, тут я думаю, мастер сработает без ошибок, кнопка «Закрытие базы данных». Где-то то, что закончили мы работу, у нас крестиком вот это не закрывается, но либо закрыть совсем аксесс, либо сделать это прямо здесь отдельной кнопкой. Конец работы – это закрыть программу. Мастер кнопка такое действие умеет делать. Я выбираю здесь элемент кнопка. Еще раз рисую мастером кнопочку. Действие из категории «Приложение». И там оно одно единственное. Выйти из приложения. И далее, выйти из приложения, можно пояснить ли текст, написать «Закончить работу». Конец работы. Далее готова эта кнопочка. Ну и ее имеет смысл сделать как-то отличающейся от остальных, чтобы было понятно, что эту кнопку не надо нажимать постоянно. Она у нас какая-то для особых случаев. Может быть даже с более мелким шрифтом. Пожалуйста. То есть предполагается, что работать она будет так. Пользователь нажимал на эту кнопочку, что-то открывалось у нее. Сюда нажал. Ничего не открылось. Все надо смотреть в макросе, что там не так. А потом нажал кнопку «Конец работы». Все, закрытие файла базы данных произошло автоматически. Вообще говоря, мне хотелось бы разобраться с тем, почему не работают кнопки сейчас. Мастер кнопок, конечно, все хорошо. Но если вдруг, как у меня, он сгенерировал неработающий макрос, можно всегда это подправить. Поэтому чем я сейчас займусь? А, я понял, почему мне не работали макросы. Все очень просто. Дело в том, что когда я открывал базу данных в прошлый раз, я забыл включить содержимое. У меня часть макросов оказались с небезопасными операциями, и поэтому кнопки не сработают. Но я проверю сейчас включить содержимое, сделаю. И если и после этого он у меня не будет работать, ну тогда, значит, все равно надо будет выяснить, перепрограммировать что-то. Значит, включаю содержимое. Проверю. Вот оно, главное меню. Эта кнопка у меня работала и раньше. Вот эта кнопка. Нет, это не помогло. Значит, там другая причина. Это работает, вот это. Вот через одно то работает, то не работает. Значит, давайте разберем проблему. Одна из возможных причин заключается в следующей. В макросе генерируются имена, содержащие кириллицу, каким-то хитрым образом. Каждый букв кодируется своим внутренним кодом Unicode. То есть у меня открывается здесь форма «Сведения о поставщиках». Вот «Сведения о поставщике», «Сведения о поставщиках» — это название там не по-русски написано, а в закодированном варианте. Если исправить, возможно, уже начнет работать. Где это исправлять? У любой кнопочки действия запрограммированы свойствами на закладке «События». Чаще всего для кнопок это события нажатия кнопки. Вот «Мастер кнопок» мне добавил сюда внедренный макрос, который вызывает ошибку при работе камышкой. Кликаешь по этой кнопочке. Вот сюда во внедренный макрос надо сходить посмотреть. Захожу многоточим во внедренный макрос, для вот этой кнопки она не работала как раз. Что он мне показывает? Тут команда «Открыть форму», а вот имя формы вот такое своеобразное в закодированном виде. Я его удалю и вручную выберу название формы «Сведения о…» Нет, да, да, «Сведения о чем там? О поставщиках», да, «О поставщике». Забыл сам, какая кнопка. «Сведения о поставщиках», «Сведения о поставщике». Одинаково на это напишу. «Сведения о поставщике». И там у меня аналогично в макросе «Сведения о поставщике» форма открывается в режиме обычного окна. Теперь проверю кнопку «Сведения о поставщике». Угу, заработал. То есть что-то у него сбилась кодировка из-за русских букв, из-за кириллиц. То же самое в отчете. Открытие отчета я подкорректирую. Кнопка отчета о поставщиках, события, нажатие кнопки «Внедренный макрос». И там проблема именно с русским названием в кириллице. Он даже восклицательный знак здесь написал, что ему чего-то не понравилось это имя. Этот отчет не содержится в этой базе данных. Ладно, выберем вручную из списка. Вот он этот отчет. Но проблем не было бы, если бы у нас название не содержало пробелов и русских букв. Тут еще и пробелы, наверное, нам помешали в названиях. Я их не люблю использовать. Но вот хороший пример того, почему желательно имена объектов делать без пробелочек. Это из базы Бори, там с пробелами были названия, но проблемы не работают. Отчет о поставщиках открывается. Отчет, он всего на одну страничку, но вот он открылся. Хорошо. Что дальше? Дальше, следующий момент. Предположим, что это все кнопочки, которые мне нужны, уже здесь готовые, нарисованы. И теперь мне необходимо делать следующую вещь. Хотелось бы, чтобы эта база данных открывалась сама автоматически при открытии файла базы данных. Вот это главное меню появлялось бы сразу перед глазами. Сделать это можно по-разному. Я вам покажу для начала один прием. Использовать специальный макрос для автозапуска. Оказывается, в XS у нас существует возможность использовать макрос специального назначения. Это стандартный макрос, сохраняющийся в базе данных как отдельный объект. Если этому макросу присвоить имя AutoExec, он сразу приобретает любопытную возможность. Этот макрос начинает работать и как отдельный, стандартный макрос, по двойному щелчку. И ссылаться на него можно в каких-то кнопочках. А еще плюс, он срабатывает автоматически при открытии файла базы данных. Ну вот название строго так буквка в буквку. Любое другое там написание, и это уже не воспринимается как некое зарезервированное действие. Регистр не важен, но вот слово AutoExec у нас зарезервировано под макросом автозапуска. Что в этом макросе будет? Ну, в первую очередь, самое простое, что мы там делаем, это команда открытия нашей кнопочной формы. То есть, у меня вот эта форма, главное меню, будет запускаться автоматически как раз этим макросом. Сейчас я ее закрою, ну пока правым щелчком вот команды закрыть. А сам иду на вкладку создания, справа кнопка макрос. Вкладка создания, справа кнопка макрос. Новый макрос начинает создавать. Действие, которое в нем нам понадобится, это команда открытия формы. Ну, тут в списках можно искать на букву О, команда открыть форму. Имя формы, главное меню. Режим, режим формы, фильтры, а фильтры там никакие не будут использованы, потому что у нас нет данных в этой форме, и значит все остальные настройки для нее не актуальны. Ну, а режим окна я оставлю обычный, это режим, который настроен у нас сейчас в конструкторе формы, остается без изменений. Так вот, если этот макрос просто назвать макрос 1, ну это ничего интересного, двойным щелчком его открываешь, открыл форму, а сам он не сработает. Но достаточно переименовать этот макрос в название по-английски autoexec, и он приобретает новую интересную особенность. Смотрите, я закрываю совсем аксесс. А в следующий раз, при открытии файла базы данных, у меня autoexec срабатывает и сам открывает эту главную форму. Естественно, в макросе autoexec можно было добавить еще дополнительные действия, не только связанные с открытием данной формы, но это то, что должно произойти автоматически в момент открытия файла. Может быть, какой-то импорт-экспорт данных в начале, может быть, там еще что-нибудь такое мы могли бы с вами сделать. Autoexec, вот еще раз покажу, вот такое написание именем. То есть, поэтому любой макрос, если взять, создать стандартный и назвать таким именем, он будет у вас срабатывать автоматически при открытии базы данных. Так что, есть у вас этот макрос, нет? Значит, в нем всего лишь одно действие. Сейчас это команда открыть форму главной меню. Вот, я его еще раз покажу. К сожалению, Microsoft почему-то не сделал возможности менять размер шрифта в конструкторе макросов, поэтому мелковато здесь. Даже сидишь и рядом, и то хочется чуть-чуть покрупнее иногда сделать, но поэтому вот так вот ориентируйтесь. Что я хочу добавить сюда, еще в этот макрос Autoexec? Ну, в принципе, сюда можно было добавить буквально все, что угодно, но мне бы хотелось вот такую вещь показать вам. При открытии главного меню я бы хотел, чтобы у меня сворачивался список объектов XS, то есть область навигации вот таким вот образом минимизировалась. Есть возможность ее вообще скрыть, но в данном случае иногда бывают требования такие. Пользователь говорит, мы можем сами создавать запросы, мы хотели бы иметь доступ к этому списку объектов, но он мне не постоянно нужен, поэтому было бы здорово, если бы изначально он был в свернутом состоянии. Тут интересная ситуация. Если я его сейчас сверну, то в следующий раз при открытии файла он у меня в таком же свернутом состоянии и откроется. Но если я его оставлю развернутый и закрою базу данных, он запоминает свое состояние, какого размера он был развернут, в таком же и откроется второй раз. А вот Microsoft Autoexec у меня сделает сейчас любопытную вещь. Он у меня будет это окошко сворачивать. Сделать это, правда, можно с помощью не одной, а целых двух команд. Дело в том, что у нас есть возможность сворачивать и разворачивать окна, которые активны в данный момент. Так вот, интересная вещь, как сделать активным окно вот этого списка объектов. Оказывается, для этого можно выполнить команду, которая выделяет в списке объектов заранее известный реально существующий объект. Но в Microsoft Autoexec я знаю, что у меня открывается форма «Главное меню», значит она точно гарантированно есть. Вот я сделаю так, чтобы у меня курсор перепрыгнул на вот это вот название. И после этого активное окошко панели навигации сворачивает. Очень интересный прием, необычный. Давайте покажу, как это выглядит. Значит, нам потребуется еще одна макрокоманда «Выбрать объект». Она называется. Команда не опасная совершенно. Эта команда позволяет нам выбрать объект любого типа, ну, в данном случае форму или отчет. Показывает имя формы «Главное меню». И дальше... Так, сейчас, секундочку. Это у нас что-то изменилось. Условия отбора... Не, 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 сейчас, это не то. Пардон, «Выбрать объект» в данном случае не совсем подходит. «Выделить», по-моему, называется, «Объект», а не «Выбрать объект». «Выделить», да, «Выделить объект». Извините, я перепутал названия очень похожие. «Выделить объект». Вот «Выделить объект» сразу понятно, что можно выделять любой объект базы данных, таблицу, запросы, чего угодно. Я хочу «Выделить объект форма», имя объекта, главное меню. И самым интересным является здесь настройка у нас третьего аргумента. «В окне базы данных». Вот если выделить объект не в окне базы данных, это просто переключиться курсором на вот это окошко. А если в окне базы данных, то это, получается, переключиться на название этого объекта в списке объектов вот здесь в панели навигации. То есть курсор переместится вот на это название. Давайте я продемонстрирую, как это будет выглядеть. Смотрите, вот я так сохраню этот макс и запущу на выполнение. И что он мне делает? Открывает форму главное меню, а потом в списках объектов выделяет эту форму. Пожалуйста. Вот он ее выделил, но это не само собой происходит. То есть это именно у меня таким образом запрограммировано. А дальше я использую команду под названием «Свернуть». Раньше «Свернуть» называлось в последних версиях «Свернуть окно». Эта команда не имеет никаких аргументов, а в комментариях к ней написано, что она сворачивает текущее окно. Текущее активное окно у меня – это окно базы данных, которые я только что переместил в курсор, выделяя там форму. А, кстати, вот это вот я даже не задумывался, термин-то старинный. Окно базы данных, так это называлось у нас в 2003 версии. Сейчас это называется область навигации или область переходов, но в макросах старое название сохранилось до сих пор. Теперь гляньте, как работает данный макрос. Если я его запущу, то мне область навигации сворачивает, а курсор в этом случае перемещает на форму главного меню. А значит, теперь никаких проблем. Вот я работал в базе данных, что-то делал пользователям, разрешил доступ к всему списку объектов. Каня сработает. Закрыл. В следующий раз открываю, и я знаю, гарантированно у меня этот список объектов свернется, но окончательно я его скрывать не стал. То есть захочу – разверну. Передумал – сверну назад. Вот такая у нас точка. Хорошо. Значит, это разобрались мы. Теперь дальше. После того, как мы с вами настроили макрософт и экзек, вот тут я как раз рассказал, автоматическое сворачивание области навигации мы тоже попробовали проделать. То есть сворачиваться. Дальше надо разобраться, каким способом еще мы можем с вами запускать кнопочную форму. Дело в том, что у меня кнопочная форма также может запускаться и другим способом. Вместо макрософт и экзек я могу задействовать настройки параметров базы данных. Ну, для того, чтобы это показать и не было конфликта с макрософт и экзек, я поступлю так. Экзек переименую. Если мы его назваем, сделаем автоэкзек 1, да как угодно. То есть любое название, отличающееся от стандартного, он перестал работать. А значит, я закрываю базу данных сейчас. При следующем открытии она у меня открывается без выполнения данного макроса. То есть ничего не сделано. Я говорю, хочу другой прием. Значит, прием следующий. Для тех, кто хотел бы, чтобы база данных при открытии прятала лишние, ненужные команды и не пускала пользователей туда, куда им не надо. Имеет смысл не сворачивать вот этот список объектов, а скрыть его совсем. И припрятать половину меню, которое у нас отображается в Access, для того, чтобы пользователь работает только с вашей формой и с вашими кнопочками. Сейчас у меня получается, что я могу добраться до любой операции. То есть создавать новые запросы, отчеты, работать в режиме конструктора в любом объекте. Но много ли пользователей, которым этим действительно серьезно будут заниматься? Если кому нужно, действительно мы им такую возможность оставим, ничего далеко не прячем. Для остальных, в качестве защиты, лучше все прибрать подальше, спрятать. И это то, что называется настройка параметров запуска базы данных. Значит, настройка параметров запуска базы данных позволяет нам, во-первых, отключить ненужные элементы управления в базе данных. То есть это спрятать почти все меню, за исключением только минимального набора команд. Скрыть область навигации. Ну и, собственно, задать начальную форму для просмотра. То есть стартовая форма, ее, оказывается, не надо даже каким-то максимумом программировать. Просто настраиваться в этих параметрах запуска. Где эти настройки, давайте покажу. Значит, настройки параметров запуска текущей базы данных делаются через меню «Файл», «Параметры». То есть вот вкладочка «Файл», последняя команда «Параметры». Здесь раздел второй по счету «Текущая база данных». И тут первые настройки не принципиальные. Здесь можно какие-то поменять заголовки или логотипчики. А вот мы меняем форму просмотра. В списках выбираете, что будет у вас в стартовой форме. Главное меню. Пожалуйста. Выбралась списка названия этой формочки. Это вот форма просмотра мы указали. Дальше. Область навигации. Вот это свойство ниже ищем, где она у нас там присутствует. Значит, вот здесь прям целый раздел. Навигация, область навигации. Вот я не хочу вообще никаких осмотреть там параметров и подробностей. Я ее выключаю. Отключил и все. И, наконец, еще один момент. Это ниже. Вот здесь. «Параметры ленты и панели инструментов». Галочка «Полный набор меню Аксесс». Если ее отключить, то у меня в меню из всех четырех вкладок останется только главная вкладка. Ее не будет видно. Ну, а контекстное меню отключается, если вы хотите еще и по правому щечку мыши никаких команд не вызывать. Это я пока оставлю, но, в принципе, может быть, и это тоже могли бы отключить. А вот заголовок окна – вещь необязательная. Это скорее относится к вопросам большей подробной защиты. Идея в чем? Вот сейчас, когда вы смотрите в Аксесс вверху, то вы увидите не только название файла, но и в какой папке он лежит и какой формат имеет. Это стандартный заголовок. Вы можете в качестве заголовка приложения вывести произвольный свой текст, и вот этого ничего видно не будет. То есть, например, я могу написать в заголовке, что это у меня база данных, упражнения для семинара от какого-то там у нас 25.06.2016 года. И вот этот вот, собственно, заголовочек у меня и будет отображаться там вверху. Сейчас, когда я скажу «Ок». Пожалуйста, «BD-упражнение для семинара». Где лежит этот файл, в какой папке он расположен, это уже информация сюда не выводится. Все прочие настройки, которые я задал, сработают при следующем открытии базы данных. Поэтому окошко можно закрыть. Со всем файл закрыть базы данных. И попробовать проверить, как параметры запуска себя поведут. Ну, естественно, параметры запуска – это то, что срабатывает автоматически при открытии файла базы данных. Открываю. Пожалуйста, не свернул он мне, а совсем скрыл панель навигации, где у меня список объектов был, а гно базы данных. Меню, как я попросил, не полное, а только одна вкладка осталась главная. Ну и, собственно, стартовая формочка, вот она запустилась. Заголовок там тоже есть. Поэтому пользователю остается только работать с тем, что мы ему здесь нарисовали, изобразили. Вот эта кнопка не работает. Ну, ладно, исправить надо. Вот. И так далее, пожалуйста. Область навигации осталась, но, значит, не выключили. Вот. Ну, еще разочек надо. А попробуйте закрыть. Да, в инфекции там нет, потому что у меня ничего не регулирует. Закройте совсем файл. То есть это при следующем открытии срабатывает. Может быть, что-то он выполнил. Ну, надо смотреть тогда. А вот такой вопрос следующий. А если вы сделали подобные вещи, настройки, то это скорейшее для файла, который будут использовать пользователи в работе. Если вы продолжаете его усовершенствовать и что-то в нем дополнительно программируете, вам этот вариант никак не подходит. Ну, представьте себе, у меня новая версия базы данных. Мне необходимо сделать в ней формочку дополнительную, которой еще не было, и для нее здесь кнопку вывести. Как я это сделаю, если у меня нет здесь на экране конструктора формы? Ну, правым щелчком команда конструктор доступна. Но я попал в конструктор, а у меня меню отсутствует с кнопками. И как это быть? И где кнопка создания новой формы? Тоже нет. Вот я к чему клоню. Как теперь открыть базу данных не для режима работы пользователя, а для полного доступа ко всем командам? Есть здесь возможность это сделать с помощью специальной секретной клавиши. Открывая базу данных, если в ней либо настроен макрос автоэкзек, либо в базе данных настроены вот эти вот параметры запуска базы данных, вы можете пропустить это все и не выполнять, как будто бы ничего и не настраивали. Нет ни автоэкзека, нет никаких параметров запуска. Но для этого надо запускать базу данных следующим образом. Открывая файл двойным щелчком или в XS там из меню, вы держите нажатой клавишу Shift. Вот я Shift нажал, а потом двойной щелчок по файлу. И он мне открывает базу данных, пропустив все параметры и открыв мне показ полного меню. Ну, пожалуйста, вот он это продемонстрировал. Что дальше? Ну а дальше я говорю, а мне хочется еще одну форму, но при этом какую-нибудь сделать со списком поставщиков. А то у меня нету. И для нее кнопочку потом... Нет, поставщики у меня есть со списком регионов. Хочу форму регионов сделать. Да не проблема. То есть это можно не делать сейчас, а просто раз уж я зашел сюда, хочу добавить. Добавляю для регионов мастером кнопку несколько элементов. Вот такую форму получилось. Дальше эту форму хочу сохранить там под каким-то именем. Назову ее. Ну, как список регионов там, например. Сейчас сохраняю. Я все-таки люблю с нижним подчеркненным названиями пользоваться. Вместо пробелов так надежнее. Список регионов, код региона, регион сокращения. Есть такое. Хорошо. Дальше. Сохраняю эту форму. Закрыл. А кнопку я могу добавить для этой формы. Не забыть главное меню. И тут конструктор у меня есть. Кнопочку дальше я точно так же в данном случае мастером создаю. А хотите можно не мастером, а с нуля вручную. То есть рисую кнопку. Мастер отменил. А затем здесь добавляю для нее надпись. Это у меня список регионов. И в этом списке регионов я тогда правым щелчком свойства события нашел. Нажатие кнопки по строитель макроса. И создаю внедренный макрос. Действие у него будет открыть форму. Имя форма. Список регионов. Список регионов. Да, регионов. Ну ладно. Пускай такое название я уж не буду сейчас переделывать. Есть. Это работать будет надежнее, чем то, что мастер мне там кнопки генерировал. Поэтому легко проверить в работе. Сейчас посмотрим. Ну да, вот открывает эту форму. А кстати, если вам не нужна эта форма в таком виде на весь экран распахнутая, можно было ей настройку сделать, что это всплывающее окно. Это, пожалуйста, конструктор этой формы. Закладка другие. Всплывающее окно дам. Будет открываться форма вот такая вот плавающая. Ну, бывает. Кому как нравится. У нас были и тот, и другой вид формы. Сведения о поставщике плавающее окошко. А список сотрудников сплошный такой список. Так, организацию я удалил, что ли? Где-то пропала ссылка, а не работает. Но можно не обращать внимания. В учебном примере здесь какие-то упущения могут быть. Если что, вообще-то надо этим заняться вплотной. Здесь много чего у меня не отображается. Вот эти вот поля все в конструкторе поудалять. И тогда, я думаю, все будет окей. И у меня вот такая формочка. Так, хорошо. Ну вот, собственно, что у нас в результате получается. Вырисовывается такая картина. А дальше, пожалуйста, кнопки можно размещать, располагать, как вам нравится, где угодно. Менять их настройки и так далее. Значит, несколько еще рекомендаций вот такого плана по поводу всех этих кнопок. Это у меня здесь получилось решение, в котором их немного. И, собственно, поэтому я так крупно, подробно их разместил на один экран. Вот так вот здесь еще хватит места под десятки таких кнопочек. Если у вас операций слишком много, что можно посоветовать? Кнопки разбивать на какие-то группы и размещать их на закладочках. То есть я мог бы в форме сделать вот такой элемент вкладки из нескольких страничек. И на одной вкладке помещать данные кнопки для основной работы, то есть работы с основными формами. На второй вкладке заполнение справочника. На третьей вкладке доступ к архиву. На четвертой работа с отчетами. Там печать, импорт, экспорт отчетов. Пожалуйста, это все будет у вас тогда многостраничной такой формы. И тогда у вас этих кнопок может здесь сотни, тысяч размещать. Если вкладок будет не одна, а несколько штук. Ну, а поэтому вначале их рисуйте, эти вкладки. Подписи к ним, соответственно, можете сами написать. Здесь у меня то-то, а здесь на другой вкладке другое. А потом на каждую уже добавлять одну кнопочку, вторую, третью. Программируйте. Имеющиеся кнопки можно просто вырезать и переместить, вставить на эти вкладки тоже как вариант. Так, ну что ж. Вот, собственно, это то, что у нас в конечном итоге получается. А теперь я хочу показать несколько в конце небольших таких фишек, которые действительно не кажутся очевидными. Ну, первый момент следующий. В старых версиях XS не было возможности сделать кнопку, в которой будут и надписи, и картинка. Поэтому, когда возникает идея такая, хочу и надписи, и рисунок, как в этом случае быть? Ну, раньше был прием такой. Подготавливаясь заранее в графическом редакторе, картинка вместе с буковками, с текстом, и вставлялась именно кнопка с рисунком. То есть, но рисунок содержал заодно и текст надписи. Но это уже работа вне XS, это уже рисованием мы занимаемся в каком-то графическом редакторе. Поэтому идея хорошая, но теперь есть способ поинтереснее. Мы можем с вами в свойствах самих кнопок найти такую настройку. Вот смотрите, либо у нас рисунок, либо подпись. Я могу выбрать, например, в свойствах кнопки на закладочке макет рисунок отсутствует, значит, вызываю здесь многоточен построитель какую-то из стандартных кнопочек. Либо обзором какую-нибудь заранее подготовленную картинку маленького размера. Ну, там иконка 32 на 32 пиксела, 64 на 64 пиксела. Но я чуть-чуть попробую найти здесь похожее на поставщика. Значит, поставщик это... Что хоть такое из имеющихся здесь картинок? Маловато здесь этих стандартных вещей. Ну, давайте вот телефончик этот поставщик будет, нет? Или вот этот? Нет, это сотрудник у нас счастливый. А поставщик... Даже не знаю, на кого он похож. Так, ну мне несложно пролистать весь этот список до конца. Здесь не так много данных. Так, ключ. Может быть, ключ это поставщик. Ну, хорошо. Так вот он мне показывает только ключик. Я говорю, а, собственно, а текст, написи. А вот тут есть свойство расположения подписи к рисунку. То есть, начиная с 2007 версии, появилась возможность делать так. Нет подписи, значит, вижу картинку. А если вы выберете вариант обычное расположение подписи к рисунку, то слева будет картинка и дальше текст надписи. Ну, а возможно, варианты картинка сверху, снизу, слева или справа. Точнее, наоборот, подпись у нас слева-справа, а картинка, соответственно, или под ним, или над этим текстом, или одной из двух сторон. Ну, вот, мне кажется, подходящим картинка слева. То есть, сразу ее видишь, уже текст не читаешь, потому что к базе данных мы привыкли. Мы уже знаем, что у нас делает каждая такая иконочка. Где у меня там была вот эта вот рожица, как она называется-то? Счастливое лицо. Вот, счастливое лицо, говорю, расположение подписи обычное. И вот у меня список сотрудников вот с такими рожицами. Конец работы, то же самое. Говорю, а давайте-ка, у меня будет там картинка выбрана. Там типа выхода, что ли, или как она называется? Выход, да. А, нет, это просто крестик. Дверь для выхода, картинка называется. Дверь для выхода, и тоже у меня здесь вот такая штучка, обычная. Тем, отлично, хорошо получается. Ну, и, собственно, что еще? Ну, аналогично для отчета, наверное, сделаю картинку. Все не будут. Вообще, подготовительная работа, если хотите, фирменное, сделать окошко свое, конечно, требует от нас немножко повозиться, то есть рисунки эти где-то подготовить заранее в каком-то обычном, самом простом графическом редакторе. Вот это отчет. Отчеты каскадом. То же самое с подписью. Пожалуйста. Так, хорошо. Я не буду больше добавлять картинок, хотя оно, естественно, напрашивается. Было бы здорово. А вот теперь еще любопытную одну вещь тоже продемонстрирую. Оказывается, можно делать очень интересно кнопки, которые у нас на самом деле даже не будут видны пользователям, но при этом будут работать. Ну, например, хотите, чтобы у вас было так. Кнопка, которая будет, например, срабатывать только когда вы щелкните где-нибудь по голове пингвина там. Или по ноге его, или еще где-нибудь. То есть вот это как делается. Вот давайте я покажу. Я нарисую отдельную кнопочку. Работа у этой кнопки будет заключаться в следующем. Я для нее макро сделаю. Нажатием на эту кнопку будет появляться информация о разработчике. То есть там, привет, автор такой-то, пишите мне письма и так далее. То есть я вот хочу это куда-то спрятать подальше. То есть я нажму отменом. Вот. Дальше. На этой кнопке можно написать текст, неважно, об авторе. Дальше. Событие для кнопки я выбираю здесь макрос, построитель. И выведу самое проще, что пришло на ум. Окно сообщения. Окно сообщения. Это что бы такое написать. Вот автор от себя какое-то сообщение пишет. «Вас приветствует автор базы данных, разработчик базы данных». Это, наверное, лучше в заголовок. А здесь пишу «Жду ваших отзывов по адресу». И там дальше какой-то адрес написали. Соответственно, какой угодно. Ну, напишу свой. Предположим. Вот. Написал адрес, сигнал здесь, значок какой-то выставил. Это неважно. В принципе, для этой цели можно было отдельную маленькую формочку сделать. Сама кнопка у меня, чтобы мне ориентироваться, называется кнопка 13. Давайте я ее назову кнопку автор. А то я потом ее боюсь не найти. Я объясню идею. Вот эта кнопочка в данном случае сейчас видна. Но я решил по какой-то причине сделать эту кнопку скрытой. То есть так, да, вот нажал на кнопку, жду ваших отзывов, так далее. Красота. По идее, что нам скрывать, казалось бы, да? Но вот несколько раз встречался с любопытным решением. У меня главное меню базы данных представляло себя вовсе не форму с кнопочками, а была форма просто с красивой фоновой картинкой. А щелкаешь по этой картинке в разных частях, и у меня срабатывают какие-то различные действия. Причем я объясню идею. То есть у меня была в качестве фона, например, карта там всей России, а когда я щелкаю в том или в другом регионе или там по какому-то городу, у меня открывалась информация, привязанная к этому городу. Интересно выглядело, как это сделано, спрашивайте. Оказывается, было очень интересно. Поверх этой карты, которая была фоновой картинкой, у меня располагались прозрачные кнопки. Но, к сожалению, кнопки имеют только прямоугольную форму, поэтому, конечно, они четко не захватывали область регионов, но если примерно по центру я щелкал, то я попадал куда мне нужно, куда мне положено в этом случае. И, собственно, вот давайте я вам покажу, как это выглядит. Значит, оказывается, я могу эту кнопку располагать, например, вот здесь. И затем, вот здесь на закладочке «Макет» выбрать для нее любопытную настройку. Свойство «Прозрачный». То есть это имеет в виду элемент управления «Прозрачный». Для нас кнопка «Прозрачная», но тут немножко не по-русски написано. Вот смотрите, что будет, если я скажу «Прозрачный», «Да». Все, а кнопки не видно. Вы можете сами ее потом потерять в своем окне, но это не значит, что ее действие у нас не работает. Все, теперь я знаю, что если вот этого пингвина по спине щелкнуть, выскочит информация об авторе. А вот повыше, не, не попадай, вот где-то она, вот тут эта кнопка. Вот так это любопытно работает. Поэтому, если вы эту кнопку потом прозрачную потеряете, добраться до нее можно так. Знаете ее название? Вот еще есть и в списках. Кнопка «Автор». Она выделилась. Она действительно не отображает информации, которая на ней есть, ни рамочки, ничего, даже в режиме конструктора. Текст тоже пропал. На этой кнопке не попадается нам и не отображается. Единственное, что можно оставить для этой кнопки, это следующее. Сделать для нее всплывающую подсказку. То есть, вот тут сведения об авторе. И в этом случае будет любопытная вещь. Давайте я опять нарисую эту кнопку. Давайте она у меня будет размером на всю спину этого пингвина. Вот так вот располагаться. Вот этот пингвин у меня автор, а это поставщики такие. Для них отдельные кнопочки надо было еще здесь нарисовать. Вот будет это выглядеть примерно так. Наводить на пингвина, он говорит, сведения об авторе. Щелк, пожалуйста, жду вас в шипоте. А здесь вторая кнопка такая прозрачная, а здесь третья и так далее. Ну, как вам такая идея? То есть, можно попробовать это придумать. Ну, собственно, форма готова. Остается на последнем этапе все это еще раз проверить, протестировать. И последний штрих, но это уже относится не к созданию кнопочной формы, а к финальному завершению уже проекта. Сохранить копию базы данных для пользователей в соответствующем формате. То есть, это формат так называемого исполняемого файла. Формат базы данных AXDE не позволит пользователям изменить эту кнопочную форму, как и все прочие формы. То есть, они не смогут в нее добавлять своих кнопочек, картиночек и так далее. Она будет у них иметь фиксированный неизменный вид. Ну, это уже окончательное решение. То есть, можно сделать так, сохранить как, создать AXDE. Ага, я последние изменения, наверное, не сохранил. И назвать это не упражнение, а назвать это рабочей версией. Рабочая база данных. Вот так вот. Все. Тогда дальше получается следующее. Даже если у меня в этой рабочей базе данных будут использовать шифты и так далее для открытия, это ничего не даст. Вот сейчас я без шифта открыл, значит, я работаю только со своими кнопками, которые здесь размещены. Вот это об авторе информации здесь всплывает. Если же я открываю с клавиши SHIFT, не пропуская главного меню, вот открыл, все равно я форму не могу зайти в конструктор. Не могу переименовать, удалить, скопировать эту форму. Вот в этой версии файла у меня она остается без изменений. Такая формочка уже имеет постоянный фиксерный вид. То есть работайте с этим вариантом. Вот это у нас такая версия базы данных. Понятно, да, идея? Ну и, собственно, иногда сюда же выводят информацию, что это такая-то версия. То есть написать, может быть, поставщики версии 2.5 или версия от такой-то даты. Без проблем. Следующая будет новая версия, в следующий раз с дополнительной кнопкой. Вы у себя сделали, пересохранили этот файлик, выставили вашим пользователям новый интерфейс. Пожалуйста. Вот такая вот штука. Ну что ж, собственно, вот процесс создания кнопочной формы. И я еще раз повторюсь, как мы это делаем с вами. Просто рисуем в конструкторе пустую форму. Отключаем у нее элементы, не свойственные формам, где нет данных. То есть не нужно никаких прокруток, никаких границ и кнопок навигации. А даже мы здесь закрываем кнопку закрытия. Ну и, собственно, добавляем кнопочки вручную, либо мастером для запуска основных действий. А потом на ваш выбор. Можно настроить макросом автоэкзек запуск этой начальной формы. Но макросы автоэкзек я могу запрограммировать только сворачивание области навигации. Совсем ее скрыть я программным путем не могу. А вот если вы хотите скрывать область навигации и скрывать все меню, которые у нас есть в XS, в этом случае лучше параметры запуска настроить. В параметрах запуска текущей базы данных заодно и стартовую форму тоже указывать. Ну вот, пожалуйста, теперь у нас все это, получается, будет срабатывать. Хорошо. Какие-то есть вопросы, возможно, потому что еще пару минут у нас времени есть для обсуждения. Ну и действительно, может быть, есть идея, что еще было бы здесь любопытно. А, вот этот вопрос, да? Давайте разберемся. Но это немножко не совсем в тему, но просто вопрос возникает, когда стараюсь ответить. Сейчас я открою тогда упражнение вот здесь с шифтом нашим. Значит, смотрите, вы обратили внимание вот на такой момент. Я открываю, скажем, тот же самый список регионов в конструкторе и могу здесь добавить дополнительную кнопочку. То есть вот я взял, нарисовал кнопку и можно же выбрать готовое действие, а можно попробовать запрограммировать самому. Вот вы имеете в виду как раз это. Вы выбираем событие, нажатие кнопки, вызываем многоточие. Здесь высказывают в построителе вот эти вот три варианта. То есть можно создавать внедренный макрос для кнопки выражения или программы. Значит, выражение и программы, это относится к программированию модулей. Значит, идея какая? Вы можете создать программу, это будет процедура обработки событий на языке VBA. То есть макрос, но уже не на языке макрокомманд, а то, что в Access называется модулей. На языке модулей, на языке Visual Basic. А вот выражение, это самая странная вещь, я этим очень редко пользуюсь. Это, оказывается, можно на языке Visual Basic запрограммировать какие-то свои собственные функции и обращаться здесь к ним выражениями. То есть функции с аргументами такими-то срабатывают при нажатии на кнопку. Это несколько странновато выглядит, но бывает такое тоже встречается. Поэтому в основном макросы, либо как в старых версиях программы. Вот если я для этой кнопки захочу создать программу, то он меня отправит, знаете, куда? В окно редактора Visual Basic, и для кнопки 11 предложат запрограммировать процедуру клика. Точно так же у нас выглядит программирование кнопок, например, в среде Excel, в среде Word, в пользовательских формах. Поэтому кто это осваивал, изучал для других приложений, ему это кажется более знакомым. Но тут в любом случае придется изучать отдельно особенности команд, так как формы, которые мы делаем в Excel, не совместимы с формами, например, в Excel, в Word. То есть общего здесь мало, но есть похожие исходные внешние какие-то операции, а в целом здесь совсем все по-другому. Поэтому в большинстве случаев для каких-то задач более-менее стандартных меня вполне устраивают возможности внедренных макросов. То есть тут, скажем, процентов на 80, а у кого-то и на 90 меня устраивает весь доступный набор команд. Что-то нестандартное, в основном связанное с взаимодействием разных приложений. То есть Access и база данных, или Word, или Excel, или Outlook. Но тогда да, я согласен, что макросами не все можно здесь описать. И Visual Basic применяем. В этом случае, пожалуйста, это можно будет создавать программу. А так я здесь хочу использовать команду, сейчас, раз я кнопочку сделал. Закрыть окно, а он мне покажет команду закрыть окно, где на букву Z потерял. Закрыть окно, закрыть базу данных не надо. Закрыть окно, и если не писать какое окно, то текущее окошко. Закрыть окно, и если не писать, то есть кнопка закрыть окно, а здесь нет, не очень удобно. Список регионов, закрыть окно. Дам еще какие-то вопросы, сейчас посмотрю. Так, хорошо. Ну что ж, вот, собственно, что у меня в результате получилось этого обсуждения. Как видите, MaxAutoExec я переименовал, чтобы он меня не дергал, но либо то, либо другое можно использовать. А так, в целом, вот получилось такое решение. На самом деле, кнопочная форма, в заключении хочу сказать, это фактически у вас визитная карточка базы данных, поэтому часто очень к ней есть определенные требования, что на ней должен быть логотип компании, фирменный стиль и так далее. Поэтому, если сделали ее один раз в одной разработке, в остальные можно копировать, собственно, ее импортировать из других проектов, но набор кнопочек, естественно, добавлять свой. То есть, а кнопка конец работы одна и та же, и стиль, размер шрифта и так далее, типовой, стандартный, это, естественно, уже не надо будет тратить время. Ну и я часто делаю такие кнопочные формы именно так. То есть, есть где-то уже готовые базы данных, в той же организации создаете вторую разработку, значит, прям берете копию этой кнопочной формы, но без кнопочек, кнопки удаляем. А дальше, по мере разработки базы данных, появилась новая у вас форма, тут же нарисовали для нее кнопку. Еще одна форма, тут же нарисовали кнопку. И таким образом видно, что вот у меня функционал растет, кнопочки здесь дополнительные появляются, у меня все больше и больше доступны каких-то операций в этой базе данных. Ну а если их очень много, то, еще раз повторюсь, размещайте их на вкладках. То есть, у меня здесь один отчет, а так у меня их 50 штук. Сейчас была бы вкладка, работа с отчетами, или даже несколько вкладок, отчеты на эту тему, отчеты на эту тему, и тогда бы я в них легче ориентировался. Вот такая вещь. Так, ну что, хорошо, тогда я на этом потихонечку заканчиваю разговор. Собственно, у нас, напомню, сегодня проходил семинар на тему кнопочных форм. Это, в общем-то, тематика из курса «Третий уровень аксесс», но в данном случае мы там это обсуждаем как раз на конечном занятии. Законченные приложения для работы с пользователем, вот эти вот вещи. Поэтому, если кто-то этот курс у нас еще не проходил, не изучал, у меня вот тут выписано расписание ближайших групп. Ну и, собственно, если что, можно там увидеться. А так, вообще говоря, эта тематика интересна, в принципе, в любой момент, на любом уровне, но наиболее актуальна, конечно, когда уже хочется сделать базу данных законченного вида. Если еще какие-то вопросы, то, пожалуйста, все в порядке, я тогда файлики свои сейчас обновлю и выложу в сети. Ну а с вами был Завьялов Андрей, то есть спасибо за внимание и до встречи. Увидимся еще, если будет интересно, будем продолжать мы эту практику семинаров. В принципе, расписание у нас на сайте есть по семинарам. Если возникают какие-то интересные идеи, пожелания, пишите нам, вот можно на мою личную почту. Собственно, всегда интересно рассмотреть какой-то небольшой вопрос, чтобы это было действительно любопытно, полезно для применения и при этом, скажем так, не освещалось, может быть, детально, подробно на наших стандартных курсах. Я в последнее время стараюсь какие-то семинары провожу, захватывать темы, может быть, пересекающиеся, но не полностью с стандартным нашим обучением. Возможно, из этого всего вылится даже какой-то дополнительный уже подробный курс, но туда, естественно, надо включить будет побольше материалов. Просто курс по программированию на Visual Basic VXS периодически спрашивают, но, правда, если бы это был у нас такой устойчивый и постоянный спрос, давно бы мы уже его запустили. Но думаю, что поначалу какие-то вопросы буду обкатывать в семинарах, потом можно такой курс организовать уже для всех желающих на постоянной основе. Все, тогда на этом я закончу. Да, всего хорошего, до свидания.